всем привет по просьбам показываю полив своих азиаточек без меня не прожили этого дня чувствуют себя прекрасно после пересадки сейчас я вам покажу я в принципе уже говорила да что любая орхидея азиатская на голландская без разницы после пересадки если какие-то там изменения она потерпела говорится с не дай бог что-то обрезали в общем любая пересадка это стресс конечно небольшой вот и нужно конечно же не надо заливать водой замачивать корни не нужно вот и при пересадке орхидея мылась то есть я ее мочила основательно корни были все зеленые напитаны влагой да я ее посадила но вот прошло двое суток смотрите как бы еще корни зеленоватые принципе но тут видно конечно вот керамзит был у меня не сухой или в перемешку уже не помню 8 короче говоря первый полив это вот поливилизатор и вот так все то есть все что стечет все как говорится и в пользу больше не нужно вот я немножечко попрыскаю на пеностекло чтобы она впитала влагу и и как бы но пеностекло держит какое-то время влагу соответственно вокруг орхидеи образуется влажность все больше я не буду ее поливать пока также эту то же самое то на конечно не на соплях держится в этом стаканчике и и и я уже если честно когда приехала уже попрыскала видите здесь у меня водичка немножко стекла то есть керамзит просто мокрый тут всего-то у него два сопливых корня как говорится и сразу они намокли вот но в принципе вот допустим я так буду смотреть да если керамзит еще будет влажный я не буду много пшикать но я могу пшикнуть немножечко на пеностекло буквально капельку сюда сюда капельку сюда ну вот чуть-чуть чтобы пеностекло только намочил еще даже не стекало да потому что здесь и так важно все ну чтобы влажность была вокруг так что вот так это у нас ценочка помните да и и такими пятнышками на листиках а вот это вторая я . я еще не пшикло вот корешок листья длинные просто эти корешочек вот еще корешочек вот видно вот чего вот так беру по краю то есть вот вижу что там корни я так и попрыску и до корней дошла водичка соответственно на пеностекло тоже завернул она криво сидит ничего это все как говорится временное явление как она только пустит кучу парней я сразу ее могу и пересадить так как мне нравится истекает вода немножко сейчас я никуда уже не уезжаю я приехала с дачи поэтому как бы заливать ее совсем не обязательно цветоносик это носик вот он так мне будет стоять тут так это тоже на надо полить ценочку можно еще и не поливать видите корни какие то есть они не ярко зеленые но они еще и не серые вполне можно подождать можно только создать и влажность знаете вот если вам не чем заняться у вас всего три штуки орхидеи вы можете вот просто их облизывать с утра до ночи вот так ходить чуть-чуть каждый наблюдать за каждой ну это же релакс принципе поэтому одно дело когда нет времени были налил 7 воды убежал а когда есть время но почему нету так раз каждый день вот так я вас уверяю быстрее корни будут наращены все будете вот так делать не заливается не замачивать а вот так вот просто вот создавая влажность чуть-чуть и много света много света эти лампы у меня 35 ватт вот эта лампа вся длинная это из двух состоит но неважно как все вместе здесь 35 ватт поэтому здесь очень хорошо комфортно света много расстояние меня всегда спрашивают буквально ну мне специальные видео отдельные про стеллаж где все рассказываю на меня каждый день спрашивают какое расстояние между полками какое расстояние между листьями ну вот между полками там 45 у меня по моему расстояние примерно я уже не помню точно от листьев до ламп по-разному зависимости от орхидеи если орхидея большая но смотрите как это соответственно и расстояние у нее тут сантиметров не знаю там 15 вот от этого листа до лампы ведь уже цветоносы упираются надо развернуть ее это моя большая старушка то которая я резала омолаживала скажем так до который дала сразу два цветоноса от счастья посмотрите сейчас уже скоро уже загнулся надо сейчас разверну вот а вот маленькие стоят ну сколько до листьев конечно до листьев сантиметров 30 до 25 там и так далее то есть все зависит от орхидеи но в принципе им всем хватает и никакого пересвета у них не бывает чем больше света тем лучше это же не солнце до которая печет обжигает листья жжет там их нет лампы чем больше тем лучше чем быстрее зацветет ваш орхидея чем больше вы ей света дадите яркого желательно фито конечно лампы специальным спектром вот так что этот пенек то мой который что-то конечно не знаю вряд ли он кого-то даст оставила ради эксперимента без листьев нам не даст никого потом попозже покажу вам меня спрашивали показать те что я покупала реанимашки зимой показать там их каждую как они но они вообще шикарно там все просто вот они стоят эти лошади у раз и стеллажа падать будут какие листья огромные вот еще хотела показать вот эту вот орхидеи q которая была закрученным цветоносом короче я его сломала в итоге потому что мне уже нет сил смотреть она уже там бутоны уже какие-то видите же в этом крючке там уже бутоны ну блин я зла короче вырвала его оттуда может быть она сейчас к свету и выпрямиться потому что это конечно не дело она так наверное и будет свести вот иногда кстати вот может быть попадались вам такие орхидеи голландские скорее всего обычно до который продается в обе везде и там уже тоже закрученные такие цветоносы и уже прямо процветшие то с цветами нет видела я много раз такие не знаю чего это почему так происходит вроде цветонос лезет а вроде вот такой что-то вот не пошло у него в этой жизни вот единственное что конечно можно было вы его конечно сразу вот эта почечка развилась бы ну то есть вот он начал только вылезать можно было его как я у предыдущий орхидеки он показывал мне есть видео тоже у меня я ковыряла его ковыряла просто смотрела да и случайно сломала вот там был шикарный цветонос от почки просто пошел как говорится если вот этот цветонос может не этот а вот когда еще бутончики не развиты только как бы совсем дал таки маленькие и и так его сломать то боковая почка развивается и развивается даже иногда лучше чем сам цветонос и выпускает больше цветов даже чем на основном цветоносе это уже проверено у меня уже был случай на работе дома у меня такая была орхидейка где случайно макушку отломала цветоноса и сбоку вырос как бы дополнительный цветонос сразу была шикарная гроздь вообще огромное цветов так что кто сломает цветонос не переживайте главное его в нужном месте чтобы там еще почки оставались так еще хотела показать деточку колоды прекрасно она тут у меня растет уже большенькая уже хорошенькая как и сама колода тоже нормально чувствуете хорошо я попрыскала только что какая стрелка господи аж до потолка наверно вот пока я была на даче у меня дверь хидейки цветочки сбросили 2 белых наконец-то вот это вот который хочу срочную пересадить следующая пересадка будет вот это вот из этой соли то соли тут лечу запон хочу вытащить ее отсюда вот и вот эту хочу тоже пересадить но цветонос отцвел она дала боковую веточку пока муж не буду трогать мы и пятница это уже тут в общем все хорошо код кстати продолжает цвести после пересадки 20 цветочка так он и не сбрасывает даже тут доращивает веточку доращивает насчет учета а еще кстати вот это вот у цен очка распустилась меня так сейчас скажу 7 мая ценка и зоби я кстати по моему говорил что не знаю какие цветы на ней ну честно говоря не помню уже но мне кажется я не знала какие цветы она дорастила у меня смотрите немножечко что ж такое фокусируется на заднем плане мульти флорчик такая хорошая такая пока трудно сказать она даже цвета такого не поймешь такая сиренево-сиренева такая бордовая так ну все все больше ничего не хочу сообщить будем с вами пересаживать тогда вот эту орхидейку следующем видео все всем спасибо за внимание всем пока